Где можно встретить лошадь, скачущую на деревянном крокодиле? У дома 5621, под окнами которого развернулся настоящий сказочный городок. Превратить ранее никому не нужный, кроме бомжей да алкашей, участок придомовой территории в место, которое ныне просто радует глаз, смог житель дома Валериан Касакин. Посвятил он эту творческую работу памяти сына, назвав ее «Сад Владика». Наша съемочная группа побывала на месте. Идею развернуть саду дома Валериан Касакин вынашивал давно, но все никак не доходили руки, говорит. Однако это весной взял и решился. Выкорчевал старые деревья, высадил взамен молодые. А помимо них, сегодня у него в саду красуются кусты и целая палитра цветов – маргаритки, бархатцы, пионы, лилии и розы. Я родился в деревне, вырос в деревне, мне родители приучили с детства любить землю, природу. Вот здесь был заброшенный участок, стали деревья, запах земли, деревьев. Это чудесно. В саду у Валериана Александровича посажены малина, вишни и другие растения. И вот сегодня на одно станет больше. Совместно с хозяином сада мы посадим сортовую рябину. И назовем ее в честь нашего телеканала РЕН-ТВ «Набережные Челны». Валериан Касакин еще и мастер на все руки. В его саду можно встретить персонажей различных мультфильмов, которые, кажется, вот-вот и живут. А также образцы зодчества. Есть и подаренные экспонаты, колодец желаний, гнездо с птенцами, мягкие игрушки и так далее. Но главным героем сада считается сова, которая, кстати, уже успела стать героиней настоящей криминальной истории. Приглянулась кому-то и исчезла. А самого Валериана Александровича уважают не только соседи, но и весь 56-й микрорайон. Таких побольше было у нас в стране. И жить бы лучше. Молодежь. Это воспитание молодежи. Молодец. Таких мало. Мне нравится, что люди так могут создать такую красоту. А такой красотой люди добрее становятся и нам веселее жить. Да и обычные прохожие не могут просто так пройти мимо. Обязательно остановятся, чтобы разглядеть детали. Некоторые специально возвращаются сюда снова и снова. Очень даже красиво для детей. Очень приятно. Мы постоянно сюда приходим, фотографируемся. Дальнейшие планы у Валерены Касакина не менее грандиозные. Останавливаться на достигнутом не собирается. Хотя признается, садовое дело довольно хлопотное и недешевое. В иной месяц тратил по несколько тысяч. Потому не против будет, если кто поддержит его не только морально. Кристина Маматова, Андрей Буслаков, РЕН-ТВ, Набережные Челны.